Доброго дня, с вами консультант решений Верной РФ Сергей Маслёхин. Полагаю, что информация будет полезна технологическим предпринимателям, инновационным компаниям, изобретателям, рационализаторам, новаторам. Какие неокры, какие новшества, какие инновации поддерживаются государством. Кто-то называет направление национально-технологической инициативы НТИ 2035, которая появилась, оформилась в 2014 году в виде сквозных цифровых технологий, например. Кто-то, ну это технологический аспект, то есть какие технологии должны присутствовать в инновациях в неокрах. Кто-то называет отдельные темы с точки зрения продуктовой линейки, то есть что должно появиться не с помощью каких технологий, а что должно проявиться. Предлагаю обратить внимание на 730 практически технологических направлений, которые содержатся в постановлении правительства в 988, которые говорят о налоговом вычете, о предоставлении льготы на сумму неокрах с коэффициентом полтора. Иногда встречается и с коэффициентом два с половиной. Это не 730 тем неокра. То есть если посмотреть, это довольно широкие технологические направления, ну например, технологии доступа к широкополосным мультимедийным услугам. То есть если так разобраться, то под этими темами еще 730 умноженные на X, под этими ключевыми направлениями еще 730 умноженные на X тем неокра. И это X может быть двухразмерным, трехразмерным и так далее. Здесь же также содержится и направление сквозных цифровых технологий, а точнее рынков НТИ. Здесь же и EnergyNet, здесь же и AutoNet, здесь же и HealthNet, здесь же и FoodNet, здесь и EnergyNet, производственные технологии TechNet и так далее. Технологии безопасности и все такое прочее. Почему мы считаем, что эти технологии поддерживаются государством? Вот этот список приоритетных ключевых технологических направлений неокр, на сумму которых этих произведенных неокр полагается уменьшение налога на прибыль. Ну то есть на самом деле 33% от суммы неокр вы списываете с налога. То есть потратили на неокр миллион, неокр к расходам принимается с коэффициентом полтора, то есть полтора миллиона рублей, и соответственно полтора миллиона рублей уменьшает налоговую базу по налогу на прибыль 20%, соответственно 300 тысяч от полутора миллионов. Вот соответственно от первоначальной суммы миллион неокра 300 тысяч списаны в качестве налога. Ну то есть вот 30% от суммы неокра. Так вот, первоначально эти приоритетные направления, эти технологические направления, эти комплексы неокр появились с 2009 года, и с тех пор не уменьшались. Количество их только росло. Первоначальный список вот этих самых технологических направлений, приоритетных неокр, составлял 360 строк, 360 понятий было. Вот, чтобы понять, а сейчас их стало 730 и даже чуть-чуть больше, 733, да. Ну, к примеру, чтобы понять, что это за строки такие, что это за такие направления неокра. Берем сферу энергетики. Значит, разработка системы комплексного совместного использования традиционной энергетики и возобновляемых источников энергии. Ну то есть, например, совмещение комплекса распределительных сетей от подстанций, то есть так называемой электроэнергии сетевой компании, да, совмещенная, например, с солнечной энергетикой. То есть, где-то стоит ВРУ, где-то состоит интеллектуальное устройство, переключение между этими сетями, между этими источниками генерации, между этими источниками электроэнергетики. И в зависимости от нагрузки система динамически, ну можно сказать, интеллектуально автоматически перераспределяет вот этот самый ресурс энергетики, от кого питаться. То есть, ну, например, в момент пусковых токов надо питаться от ресурсов сетевой компании, потому что она позволяет пики эти самые сгладить, да. Вы просто платите чуть больше по тарифу, но пиковую нагрузку свою от запуска, например, всего парка станков вы снимаете с сетевой компании. Как только у вас танки разогрелись, и вы начинаете питаться в линейной, скажем так, нагрузке, не пиковой, да, вы можете переходить на солнечную энергетику, которая, ну, не знаю, с накопителем, без накопителя, да, которая обеспечивает более-менее равномерный, и пиковую нагрузку снять она не может, да. То есть, она, наоборот, только скачет вокруг своей, скажем так, средней амплитуды колебаний, да. Вот такие вот темы неокр, например. Это даже не тема неокр, это тема большого направления для неокр. Под ними, может быть, сотни, тысячи этих самых тем неокр для проработки, да. Как подружить между собой системы, как разработать автоматику, как разработать релейную защиту, как разработать, как подружить, да, то есть, между собой вот эти системы, чтобы динамически перераспределять нагрузку. То есть, система интеллектуального контроля электроэнергии, а там, сами знаете, тем неокр очень много. Так вот, таких вот тем 730. Там есть, например, скажем, базовые технологии, да, энергетики. Ну, скажем, разработка энергоэффективной, экологически чистого оборудования, высоковольтной, сильно точной электротехники на новых физических, конструктивных принципах, да. Или, например, разработка силовых полупроводниковых приборов. Это тоже пласт, неокр. Разработка технологий интеллектуального учета электроэнергии. Разработка технологий аккумулирования электроэнергии. Есть отдельные, например, узкие темы. Ну, скажем, встречались нам аккумуляторы на литиевой основе, аккумуляторы с никелевой основе, кадмиевой основе и так далее, и так далее. То есть, таких, на самом деле, тем очень много. Вот, соответственно, с 2009 года список их только ширится. Например, довольно серьезный блок темниокр был добавлен с января 2002 года. Ну, например, там уже скрывать было нечего. Восьмой раздел технологии двойного назначения, технологии конкретно для военно-промышленного оборонного и промышленного комплекса, гражданские технологии. Ну, например, восьмой раздел – это все чисто ВПК. Создание технической основы системы воздушно-космической обороны. Создание информационно-разведанных средств, огневых ударных средств, автоматизированная система управления средств связи, средств радиоэлектронной борьбы. Остальные разделы – они либо двойного назначения, либо гражданского, либо двойного, либо гражданского. То есть, соответственно, здесь и нанотехнологии, и новые материалы, здесь и экология, система переработки отходов, здесь и информационно-коммуникационные технологии, здесь и весь пласт сквозных цифровых технологий. Здесь причем есть и технологический аспект, то есть, что надо использовать, да? А есть и продуктовый аспект, ну, например, разработка электрокаров беспилотного транспорта, довольно большой перечень вот этих самых ниш обозначен здесь. Про авиацию, про космос я уж не говорю, здесь много всего. Сети связи пятого и шестого поколения, там, искусственный интеллект, новые материалы, вещества, аддитивные технологии, производственные технологии, микроэлектроника, коммуникации, распределенный реестр, смарт-контракты, разведка, разработка месторождений и так далее, и так далее. То есть, в принципе, достаточно много. Под видео мы выложим ссылочку для более подробного изучения этих самых тем. Соответственно, эти темы хорошо накладываются на гранты и субсидии. То есть, с одной стороны, можно получить налоговый вычет на тему НИОКР, которую вы заявили, и получить, собственно говоря, уменьшение налога на прибыль. С другой стороны, можно на близкую тему, не на одну и ту же, естественно, получить грант, субсидию. Понятно, что НИОКР, произведенные за счет средств гранта, вы с налогов списать не сможете. А вот софинансирование, ну, к примеру, весь проект НИОКР, скажем, у вас 2 миллиона рублей, да, миллион рублей у вас грантовая часть, естественно, ее нельзя будет вычесть из налога на прибыль, да. А вот софинансирование вполне, то есть, в принципе, эти вещи между собой еще и дружат, да. Вот, я уже не говорю о том, что можно будет уменьшить налог на прибыль для тех, кто работает на общей системе налогообложения. Обращайтесь за консультациями, за разъяснениями. Мы стараемся держать руку на пульсе, консультируем по приоритетным направлениям грантов, какие фонды, Минцифрали, Минпромали, отдельные фонды вне ведомственного подчинения, да, выдают гранты, субсидии, какие есть налоговые льготы. Работаем мы с точки зрения исполнителей, разработчиков, да, то есть, кто непосредственно делает продукт. Также работаем с точки зрения заказчиков, внедряющих у себя технологические решения, внедряющих у себя инновации. Успехов вам в реализации проекта, с наступающим Новым Годом. Пользуйтесь инструментами господдержки, уменьшайте налоговую нагрузку, разбавляйте, что называется, государственными средствами собственные вложения, собственные инвестиции в инновации государства, в принципе, много чего дает. Успехов вам, с вами был консультант решения Верной РФ Сергей Маслёхин. Продолжение следует...